Здравствуйте, меня зовут Смирнов Алексей. Я рад вас приветствовать в Московском Доме Книги в отделе антикварных и букинистических книг. Но разговаривать мы будем сегодня не об антиквариате, а о том, что поступило нового этой осенью. Вообще осень – это время для чтения глубоких многослойных детективов, на мой взгляд. Я представлю вам четыре книги, которые появились недавно на полках наших магазинов, и я обратил на них свое внимание. Начну я с книг, которого мы ждали давно, появления новых на наших полках – это Юнис Бео. Его представлять особо не надо. Он хорошо известен в нашей стране как автор многих криминальных романов, триллеров, имевших очень большой успех у читательской аудитории. И вот, наконец, мы в сентябре дожидались появления нового произведения Юнис Бео, которое называется «Ревность и другие истории». Это сборник краткой прозы, состоящей из семи криминальных историй, которые объединяет одна тема – ревность. Ревность – та эмоция, то чувство, которое иногда приводит нас к очень странным, порой поступкам, иногда криминальным. Вот об этом Юнис Бео в каждом из своих рассказов поставил в центр сюжетной линии эту эмоцию, которая нам всем знакома. Семь рассказов, семь разных групп героев. Некоторые рассказы читаются очень легко, иногда даже очевидны, кто является жертвой, а кто преступником. Но, тем не менее, это не умаляет достоинства этой книги, каждого рассказа, потому что Юнис Бео, как истинный скандинавец, конечно, очень тонко анализирует поступки и мотивы людей, которые задействованы в его сюжетах. Пожалуйста, в своих комментариях указывайте о том, насколько вам интересно творчество этого автора и, в частности, вот этот новый сборник. Греция – страна с малым числом убийств. Оно настолько мало, что многие задаются вопросом, как такое вообще возможно в стране, переживающей кризис с высоким уровнем безработицы и коррупции и постоянными общественными беспорядками. Остроумно было бы ответить, что греки вместо убийства того, кого они ненавидят, оставляют его и дальше жить в Греции. А вот вам другой ответ – организованной преступности у нас нет, потому что ничего организовать мы не способны. Но кровь у нас горячая, и мы склонны к преступлениям. Я тот, кому звонят, когда подозревают, что на убийство преступника могла толкнуть ревность. Говорят, я способен унюхать ревность. Это, разумеется, не так. У ревности нет никакого особого запаха, цвета или голоса. Однако у неё есть история. И слушая эту историю, то, что творится и то, о чём умалчивается, я понимаю, сидит ли передо мной отчаявшееся, загнанное в угол существо. Я слушаю и понимаю. Понимаю, потому что вслушиваюсь в самого себя. Ника Соболи. Понимаю, потому что я и сам такое существо. Отчаявшееся и загнанное в угол. С севера Европы также к нам поступают романы от самого популярного на сегодняшний день в Германии писателя Себастьяна Фицека, автора многих криминальных триллеров, порой иногда очень с кровавыми подробностями. Но это, наверное, специфика немецкой, западногерманской литературы подобного жанра. Мы должны просто это понимать как данные. В данный момент я держу в руках новую его книгу, вышедшую в этом году в Германии, переведенную в этом же году на русский язык, называется «На подарок». Почему она так называется, вы поймете сами, прочитав эту книгу до конца. Но, тем не менее, обращу внимание, что сюжет этой книги не совсем обычен. Вроде бы похищение девочки, которая проезжает на автомобиле в испуге мимо главного героя, который немец по происхождению, но, тем не менее, он не умеет читать. Сегодня в Германии это оказывается очень актуальной проблемой, что примерно 6 миллионов человек, проживающих в ФРГ, не умеют читать, то есть являются неграмотными. И девочка, которая показывает послание этому герою, написанное ее рукой, главный герой не может прочесть. Он потом пытается воспроизвести это какой-то рисунок, какие-то линии. И таким образом выстраивается весь сюжет книги, который напоминает целый квест из шифров, загадок, из многих десятков глав, которые, кажется, совершенно не связаны с друг другом, но, тем не менее, приводят нас к развязке этого детективного сюжета. Итак, подарок от Себастина Фицека. Расскажите, что вы думаете об этом авторе, как вам понравилось его последнее произведение. В комментариях наши зацветительники. В первый момент он решил, что на заднем сидении играет маленький ребенок и в шутку прижимает к стеклу какую-то рекламную листовку. Но когда листок на мгновение исчез из поля зрения и за ним показалась голова, Милану стало ясно, что там сидел не малыш, а девочка, которая горько плакала. Девочке было максимум 13, но в тот момент, когда их взгляды пересеклись, у Милана возникло ощущение, что ее глаза видели уже достаточно в этой жизни. И он узнал в них кое-что. Самого себя. Губы девочки не шевелились, это было немая мольба. То, что она в страхе хотела крикнуть миру, очевидно было написано на линованном листе бумаги, которое она снова прижимала к стеклу. Сложенный пополам лист формата А4, который она в спешке вырвала из школьной тетради. Крик о помощи? Это разрывало ему сердце. Она нуждалась в помощи, а он не мог ей ничего предложить. Буквы на листе выдворяли перед глазами Милана то, что они делали всегда, когда он рассматривал слова. Складывались в неразрешимые загадки. Принимали форму бессмысленных иероглифов. Что же нам подарил американский автор Джон Гришам? Итак, Джон Гришам – это классик детективной американской литературы. Наш современник, автор многих детективных романов, выпускает, как правило, одну книгу в год, не более. И сейчас я в руках держу «Блюстители». Казалось бы, название очень очевидно, потому что это название фонда, которое помогает тем людям, которые попали в заточение, в тюрьму по обвинению, которое они считают неправильным. То есть люди, ставшие ошибками правосудия, пробуют найти себе защиту вот в этом фонде «Блюстители». Но не так все просто. В названии будет сюжетная большая линия с участием разных групп людей. И те, кто заинтересован в освобождении людей невинных, и те, кто хотят, чтобы эти невинные люди оставались за решеткой, чтобы не вскрылись преступления более весомых и значительных людей. Итак, читайте «Добротый роман» Джона Гришама, американского автора, детективиста. И оставляйте свои отзывы о том, насколько вам интересны его творчества и что вы прочитали. Дюк Рассел невиновен в чудовищных преступлениях, за которые был осужден. Тем не менее, за них ему вынесли смертный приговор, и он будет приведен в исполнение через час и 44 минуты. Как всегда, в такие ужасные ночи кажется, будто стрелки часов движутся все быстрее по мере того, как приближается назначенное для казни время. Я дважды прошел через такой обратный отчет в других штатах. В одном из этих случаев он был доведен до конца, а мой подзащитный произнес свое последнее слово и умер. В другом отчет был чудом остановлен. На сей раз он не будет доведен до конца, во всяком случае, этой ночью. Возможно, когда-нибудь представители властей штата Алабама и прикажут подать Дюку его последний завтрак, обед или ужин, после чего ему в вену вонзится игла с ядом. Но сегодня ночью этого точно не случится. Дюк ожидает приведения смертного приговора в исполнение всего 9 лет. Средний показатель в этом штате 15. Но и 20 не считается необычно длинным сроком. По делу Дюка Рассела в 11 округе штата Атланта подана апелляция. И когда через час она ляжет на стол судебного чиновника, к которому должна попасть, казнь будет отложена. Дюка снова вернут в камеру, где его ждут ужасы одиночного заключения и он продолжит жить, чтобы умереть в какой-нибудь другой день. Закончу наш небольшой обзор вот такой замечательной книгой, дебютом Эммы Стоунекс. Это английская писательница, которая совершенно далеко родилась от моря, но тем не менее была всегда еще с детства уличена маяками, морем, заливами, островами, которые окружают Великобританию как большой остров. И так она написала вот такую замечательную книгу, которая называется «Смотрители маяка». В оригинальном переводе это звучит как фонарщики. Но тем не менее наши редактора решили выдать такое более понятное для русского читателя наименование, которое в целом и отражает сюжетную линию этой книги. 1972 год. Пропадают три «Смотрители маяка». Двери закрыты изнутри, часы остановлены. В дневнике написано о том, что происходит невероятный шторм, хотя на самом деле никто из очевидцев вне маяка не увидел этого шторма. Все посчитали, что погода была прекрасной и ясной, не предвышавшей никаких сложностей этим «Смотрителям маяка». Итак, эта история построена на реальных событиях, которые произошли, правда, в самом начале 20 века. Также пропали «Смотрители», и многие сравнивают эту историю с тем, что мы называем «Загадкой перевала Дятова в России, в СССР». Очень тонкий, очень многослойный детективный роман с некоторым таким мистическим уклоном, на мой взгляд, который, возможно, и понравится любителям мистики таких триллеров с призраками. Автор, который, надеюсь, понравится вам, и вы оцените этот роман, и оставите свои отзывы и комментарии. Буду очень на это рассчитывать. Вот и она, Дева. Теперь они видят темные пятна у ее подножья. Шрамы, нанесенные обезумевшим морем за десятилетие его власти. Хотя Джори делал это много раз, все равно приближение к королеве маяков всегда вызывает в нем особое чувство. Незначительности, ничтожности, может быть даже легкого испуга. Пятидесятиметровая колонна – образец героического инженерного искусства эпохи королевы Виктории. Дева, пледным шпилем высится на фоне неба, стоический оплот безопасности моряков. «Она была одной из первых», – говорит Джори. «Тысяча восемьсот девяносто третий год. Дважды обрушивалась, пока они, наконец, не зашли фонарь. Говорят, что когда погода портится, она издает звук, напоминающий плач женщины. Это ветер воет среди камней. В серые дымки проступают детали. Окна маяка, бетонное кольцо площадки, череда узких железных ступенек, ведущих к входной двери. Ее еще называют собачьей лестницей. «Они нас видят?» «Сейчас увидят». С этими словами Джори начинает высматривать тех, кого ожидал увидеть на площадке. Машущего им главного смотрителя в синей форме и белой фуражке, или его помощника. Они наблюдают за водой с рассвета. Он с осторожностью рассматривает бурлящий котел у основания маяка, выбирая, как лучше причалить. Носом или кормой? Встать на якорь или нет? Ледяная вода плещет по затонувшим камням. Когда море наступает, они скрываются из виду. А когда отходит, они выступают, словно черные блестящие зубы. Из всех маяков сложнее всего пристать к епископу, волку и деве. И если бы ему предложили выбрать, он сказал бы, что дева опаснее всех. Моряки рассказывают легенды, что ее построили на зубах окаменелого морского чудовища. За время ее строительства погибли десятки людей. А Риф убил множество сбившихся с пути моряков. Она не любит чужаков. И людей вообще. Субтитры создавал DimaTorzok